По мнению которых, Киев так быстро проводит всякие правки, принимает законы, принимает новые поправки в бюджет, принимается только для того, чтобы получить сейчас кредит от МВФ и не задумывается совершенно о последствиях того, что делается сейчас. Как вы думаете, справедлива ли такая оценка этих действий? Мне представляется, что правильно подметил наш президент буквально на днях о том, что на Украине это ситуация полного абсурда, потому что обращение сегодня к МВФ, это, наверное, наихудший вариант разработки какой-то стратегии. Что такое МВФ? Ну, мы знаем, что вашингтонский консенсус в свое время был разработан для стран Латинской Америки, а потом он был переключен вот на, в том числе и на нашу страну, к сожалению, с толпами вашингтонского консенсуса является Федеральная резервная система и ВСО. Так вот, смысл происходящего в том, что единственное, что может спасти страну, это понимание того, что реальный производимый продукт и есть единственное реальное обеспечение его будущего. То есть, если страна не научилась производить что-то, что удовлетворяет спросу и собственного населения, и может пойти на экспорт, то все остальное это фикция. И вот, к сожалению, сегодня вот эти монетарные подходы, они доминируют не только на Украине, но и в нашей стране. То есть мы верим в то, что манипулируя деньгами, можно что-то изменить. Мне хотелось бы обратиться к недалекому прошлому, когда люди очень четко понимают все происходящее. Ну и к далекому тоже, если начинать с Пушкина. Помните его строчки? И почему не нужно золото ему или доллара в нынешней ситуации, когда простой продукт имеет? Или возьмите выступление, в общем-то, при всей противоречивости оценок, но Сталин умел строить корпорацию Советский Союз. Так в 1931 году еще он заявил, что единственным обеспечением любой валюты является простой продукт, выпускаемый в обращение. И дальше он задает вопрос, поймут ли когда-нибудь западные экономисты, что это обеспечение гораздо более значимо, чем обеспечение золотом. Так вот, к сожалению, на Украине этого понимания нет, что они стали заложниками монетарной политики Вашингтонского консенсуса. Вашингтонский консенсус – это пять базовых таких позиций. Это приватизация всего и вся, это жесткая монетарная политика, вытекающая из этого высокие процентные ставки, отказ от бюджетного дефицита, а это значит отказ от защиты природы, отказ от защиты собственного населения, либерализация торговли и открытость для иностранных инвестиций. Вот пять базовых китов Вашингтонского консенсуса, которые, значит, если приходит куда-то МВФ, то приходят на одном условии, если страна реализует ТП Вашингтонского консенсуса. А последствия для населения, они всегда и везде катастрофичны. Поэтому, к великому сожалению, обсуждается, если вы посмотрите в интернет МВФ Украина, там просто бесчисленное качество сообщений начало работать миссия МВФ, значит, они теперь вышли на второй, на третий, так на протяжении уже нескольких лет. А результат – уничтожение государственности. Вот, собственно, суть происходящая. Ну, то есть, катастрофические последствия будут иметь то, что делают сейчас, вот так вот, спешки, принимая законы. Но какие-то реформы-то вообще-то нужны же были на Украине? Может быть, как раз эти требования МВФ отчасти и справедливы? Ну, вот мне представляется, что требования МВФ как раз, вот если действовать от противного, тогда можно быть на правильном пути. То есть, еще раз повторяю, что единственное, что сможет спасти Украину, это не счетно-финансовые манипуляции, какими они занимаются сегодня, а нужна организационно-технологическая экономика. Экономика движения товаров, производства товаров и потребления. Вот отработка вот этой производственно-потребительской системы. А МВФ разворачивает прямо в другую сторону. А там же нет ни слова вообще о собственном производстве. Задача МВФ это, значит, ну вот как у нас там нефть в обмен на продовольствие, совершенно на Украине тоже там, так сказать, суверенитет в обмен на продовольствие. Значит, она должна отдать свой суверенитет полностью. И тогда ее немножко будут как-то подкармливать. Поэтому вот мне кажется, что в этом смысле прав Лукашенко. Как-то он сказал, что я очень внимательно слушаю все советы западных экспертов, чтобы знать, что мне нельзя делать. Вот Украине сейчас очень важен контакт с МВФ. Просто нужно скинографировать все, что они говорят. И ничего из этого ни на миллиметр не продвигать. Вот просто понять, что вот эта ловушка, которая предлагается. И если вот они бы сняли, то они могли бы избавить страну от опасного будущего. Если, значит, жестко заблокировать абсолютно все, что рекомендует Международный Фонд. Благодарю вас, Виктор Алексеевич. Мы беседовали с доктором экономических наук, профессором, ректором Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктором Ефимовым. Вы слушаете радио «Скутник». Редактор субтитров А.Семкин